С именем Аллаха, милостивого, милующего, мир и благословение посланнику Аллаха. Мы уже много говорили на эту тему смуты Антихриста, о его качествах, о его фитне и влиянии на мусульман, о том, как некоторые из подвижников уже встречались с ним. Люди могут посчитать, что так много говорить о нем – это лишь расточительство слов, времени и средств. Однако люди не должны уставать от этой темы, потому что она очень важна. Нужно говорить об этом много и подробно, и этому есть ряд причин. Во-первых, это самая большая смута в истории человечества, со времени создания Адама, мир ему и досудного дня. И это не мнение какого-то ученого или ряда ученых. Это подтверждается словами самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Имамы Аль-Бухари и Ахмад, да помилует их Аллах, передали от Хишама ибн Амира Алянсари, да будет доволен им Аллах, который сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, не будет между сотворением Адама, мир ему и наступлением часа этого, смуты более великой, чем появление Даджаля». Это самая великая и страшная смута в истории всего человечества. Вторая причина, почему об этом нужно говорить много и подробно, заключается в том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, периодически предостерегал людей от этой смуты. Время от времени он очень подробно рассказывал своим сподвижникам об Антихристе, говорил о его качествах и о том, какой вред он нанесет людям, а также о событиях, которые опередят его появление и о событиях, которые произойдут после его выхода. Третья причина. Абсолютно все пророки и посланники рассказывали своим общинам о смуте Даджаля. Не только пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, все пророки – Нух, Муса, Иса, Ибрагим и так далее. Мир им всем. Имамы Ахмад и Анна Саи, да помилует их Аллах, передали хадис от Фатимы бинт Кайс, да будет доволен ей Аллах, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал, «Не было такого пророка до меня, который не предостерегал бы свою общину от Даджаля. Посмотрите, какая великая смута». Все они знали, что Антихрист появится в конце времен, и лишь после пророчества посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Однако, несмотря на это, они все равно предостерегали свои общины от него. То есть эта смута не угрожала ни им, ни их общинам, это для них было лишь вопросом Атыды, тем, во что они должны были верить. Но все равно пророки рассказывали об Антихристе и предостерегали от него людей. Мы также можем продолжить этот путь пророков миром всем, распространяя знания о шариате. Вы можете помочь нам в этом деле и стать соучастниками распространения, жертвуя на пути Аллаха, пройдя по ссылке в описании в нашу группу спонсоров. Да примет Аллах наши благие деяния. В-четвертых, вопрос выхода Даджаля – важный вопрос Атыды. Не важно, увидим ли мы его или нет, важно поверить во все, что сообщил о нем пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Ведь эти сообщения касаются будущего, а вера в то, что еще не произошло, требует от человека крепкой веры. Поэтому верующий в смуту Даджаля верит в правдивость пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А отрицающий это отрицает пророчество нашего господина Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятая и последняя причина, о которой мы будем говорить, заключается в том, что подобные сообщения о будущем иногда связаны с определенными действиями. Это могут быть какие-либо предписания или вопросы Атыды, или, например, может быть связаны с нашим воспитанием и нравственными качествами. И все это может основываться на тех хадисах, что пришли о смуте Даджаля. Сейчас ознакомимся с пророческим хадисом, в котором содержатся четыре радостные вести. Четыре удивительные вести. Три из них уже произошли, а четвертая непременно произойдет, потому что посланник Аллах, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил об этом. Итак, Наффи Аббин Утба, да будет доволен им Аллах, рассказал о том, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Вы станете вести войны с Аравийским полуостровом, и Аллах покорит его вам. Затем с Персией, и Аллах покорит ее вам. Затем с Византией, и Аллах покорит ее вам. После этого вы станете сражаться с Даджалем, и Аллах дарует вам победу над ним». Первая радостная весть связана с Аравийским полуостровом. Считается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес данный хадис во время битвы при Табуке. Там они собрали огромное войско в 30 тысяч воинов из разных арабских племен. Однако в то время еще не все племена приняли ислам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал эту область полуостровом, потому что он окружен морями. На западе он омывается Красным морем, на юге – Аденским заливом и Аравийским морем, а на востоке – Аманским и Персидским заливами. Кто-то может сказать, что войны мусульман с арабскими племенами были ожидаемы, ведь сила и власть у сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, укреплялись каждым днем. Что же тогда они смогут сказать о второй вести? Смогут ли они сказать, что войны мусульман с Персией были ожидаемы? В то время арабам и в голову не пришло бы, что они смогут противостоять такой большой империи. Персия в этот исторический период, наряду с Византией, была самой большой империей. Как они могли предположить, что будут сражаться против них? Поэтому весть о войне, которая к тому же должна была закончиться победой для мусульман, было чем-то удивительным. И это случилось. Первое пророчество покорения Аравийского полуострова сбылось еще во время пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Что касается второго пророчества, то оно сбылось во время правления Абу Бакра и Умара ибн Аль-Каттаба, да будет доволен имя Аллах. То есть после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Третья радостная весть еще более удивительна. Затем вы станете воевать с Византией, и Аллах покорит ее вам, говорит посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Еще одна великая империя, самое большое государство в то время. Тогда Красное море даже называли Византийским морем, потому что все государства вокруг него были под властью Византии. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщает о завоевании этой империи своим сподвижникам, которые в то время еще арабов даже не подчинили своей власти. И это тоже сбылось. Мусульмане вошли в Левант, в Египет, завоевали все эти византийские страны. Таким образом, сбылось первое пророчество о завоевании Аравийского полуострова, сбылось второе пророчество о покорении Персии и третье о покорении Византии. На что еще стоит обратить внимание в этом хадисе, так это удивительную последовательность. Она могла для сподвижников показаться нелогичной, так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объявил о покорении Персии, а затем только Византии. Хотя мы знаем, что мусульмане в то время уже начали воевать против Византии. Тогда произошла великая битва при Муте. Затем второй раз для битвы с византийцами мусульмане собрались у места под названием Табук, но битва не произошла. Поэтому логичным было, что мусульмане сначала завоюют Византию, но этого не произошло, ведь Абубакр да будет доволен им Аллах, сначала отправил войска для завоевания Персии, прежде Византии. Откуда об этом мог знать пророк, да благословит его Аллах и приветствует, понятным делом, посредством откровения от Всевышнего Аллаха, который знает все, что должно произойти в будущем. После этого пророк да благословит его Аллах и приветствует, сообщил четвертую радостную весть о победе над Даджалем. Победа над ним значит, что мусульмане убьют его, а также это значит то, что они завладеют его богатствами. У него не будет владений, и он не будет править государствами, потому что он со своим войском будет странствовать по землям, по странам и не будет нигде задерживаться. В этой радостной вести говорится о великом сражении перед Судным Днем, в котором пророк Иса, мир ему, убьет Даджаля. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в своем хадисе говорит, «Вы станете сражаться с Даджалем». В хадисе не говорится о Исе, мир ему, потому что он не будет править мусульманами согласно шариату пророка Мохаммада, да благословит его Аллах и приветствует. К тому же мусульманам в этой битве придется сражаться с войском Даджаля, с иудеями, и тогда каждое дерево и камень станут говорить, «О мусульманин, за мной иудей, приди и убей его». В заключение хочется привести интересный комментарий Нафиа ибн Утбай, да будет доволен им Аллах, к этому хадису. Как-то он обсуждал этот хадис другими сподвижниками, Джабиром ибн Самурой, да будет доволен им Аллах. Нафиа сказал Джабиру, «Получается, что мусульмане убьют Даджаля только после покорения Византии, эти слова указывают на крепкую веру сподвижников в то, что говорил им посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Они искренне верили в ту последовательность, что пришла в этом хадисе, поэтому они были убеждены в том, что Даджаля явится только после покорения Персии и Византии. «Мы видели падение Персии и покорение мусульманами Византии, и мы верим, что Аллах непременно поможет им против Антихриста, и что пророчество посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обязательно сбудется. Просим Аллаха, чтобы он укрепил нас на этой религии. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok